Я нервничаю и очень много ем. Вот говорю, не издеваюсь над ним. Не, но я на самом деле не ем. Один раз шоколад ем. Соседка покупает, приносит шоколад, плитки, корень, должен быть обязательно. Вечером три штуки, вот таких шоколад, минимум ем. Видимо на нервную почву тише. В общем, я сестра говорю, Ганчик, я в 12 по нашему времени уже звонок. Там два часа. Скажи, братик, братик, умоляю тебя, не кричи на меня. Скажи, ты уже ел? Говорю, да ел. А что ты ел? Говорит, как можно каждый день? Ну пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, ну сварил 20 штук картошки, почистил. Сделал яичницу из 10 яиц, говорю. Сварил пельмени по 17 штук. Вот, и сел. Говорит, правда? Говорю, да. А сейчас кофе пью. Да, ну хорошо. А потом говорю, извини, я не могу долго говорить, но я ел полчаса назад, я уже голодный, иду кушать. Ну она начинает хохотать. Тут уже понимаешь, что я издеваюсь. Знаешь, они там вдалеке, у них страха больше, чем у меня. Я все время говорю, я на том берегу. Тут не бомбят, там бомбят. И как-то было по телефону, я разговаривал, как бабахнуло. А я везде окна было. И тряслось, затряслось окна. А и она это... Апыджан, братья, что это было? Это же возле тебя бабахнуло. Я говорю, ну сколько вам можно объяснить? Это наши бьют их самолеты, и они куда-то падают. Вот, говорю, пойми же, наш Киев, говорю, закрыт. У Киева когда-то Порошенко за свои деньги противовоздушную оборону делал. Действительно, на Киев из 120 выстрелов на Киев попадало 2-3. А из 400 выстрелов вот таких мощных ракет на Украину, все-таки Киев был закрыт. Ой, какой кофе! А что за кофе, потом мы покажем. У меня такого кофе нет, хотя полно кофе дома. Да. Да. Выборщи. Выборщи, я... Подвала у меня нету там, где я живу. Ох... Тому я утром пью это... Шестой чашку каву, после этого можно, ну и курю пол пачки сигарет, после этого можно уже зайти в Фейсбуке и посты писать. А вот. Или каждый день иду попытку делаю местную самоборону. Ворваться. А жена уехала за границу. Я один, дома, и я без контроля. Они далеко, и они больше страшно боятся этой войны, чем мы здесь. У нас этот страх прошел, и у нас и юмор появился, слава Богу. И уже тоже подшучиваем по поводу нашего президента. Я так деликатно себе разрешаю. Иногда через шутки, ну так многие люди, через шуточку, через серьез, предупреждаю, что во время этих переговоров, ай-яй-яй, не сдавайте наши позиции. Для чего наши воины гибнут? Это наши воины воюют. Они побеждают в войне. Борис Киев, який он зараз? Ну, Киев стал еще любимее. Вот, например, пришел тут, вот ребят побачил. Это счастье. Вот, вернуться бы сюда, работать, писать. Я бы вернулся сюда, вот, мастерный, жить и работать. Але я не можу дом на даче оставить бесхозным. Тут есть кто смотрит за домом. А там нельзя, вот там целыми днями ловят каких-то всяких агентов, каких-то мародеров и так далее. А моя жена, когда уехала, сделала мне такой, как это называется, «кулы убегают», сумку со всеми делами, с документами, одеждой, консервами, чтобы в случае чего, а еще, чтобы консервы открыть. Вот, сухари туда. Кстати, на Первой Армянской войне я со своим отрядом добровольцем был на таком месте, где против нас такие силы, и артиллерия была, и все. А мы, у нас маленькая будка под скалой, где у нас наши охотничьи винтовки, там самодельные гранаты, там негде спать. И несколько месяцев я вообще не спал. Солома в снегу, и там час по очереди дрыхнут, и все, в снегу. И я это не помню, чтоб мы мерзли, болели, чешу, что смыло, что-то с организмом происходит в такое время. И мы там и самодельные взрывные штуки делали, и пушки самодельные, и все их пугали, как будто у нас мощное оружие есть. Ну, в общем, тяжело. Это я к чему рассказал, что у меня есть опыт войны. И я на Майдане был, стоял. А это первая война в моей жизни, когда я не могу идти хотя бы в самооборону. Хотя бы в местную самооборону. Вот. Жена эта горой стояла, никуда ты не пойдешь, ты же больной. Я за этот год, за год прошел четыре тяжелейшие операции. После каждой операции мы Бога благодарили. Ребята знают. Все собирали деньги на мои операции. И вот тут вот такой шрам. Эта рука сейчас только начала работать. И ничего не может тяжелого поднимать по кашу. Я с Киева никогда никуда не уеду. Ну, я вот то, что я делаю, я занимаюсь, так сказать, на... Это как президент скажет, диванные эксперты. Я диванный, занимаюсь информационным фронтом. Я даю очень много интервью очень многих странах. В общем, я работаю как диванный эксперт. Как каждый президент. Вы диванные эксперты. Не возникайте, молчите. Я тоже такой же диванный эксперт, как наш президент. Вы на весь мир работаете. Я это... Меньше, конечно. Это продуктивно. Но я тоже сижу и интервью даю. И он тоже сидит и интервью дает. А армия наша побеждает. Вот скажу, что залужный есть. Вот цей улыбчивый залужный. О-о-о. Як вы умеете цинкеровать. Залужный. Наши воины. Наши хлопцы. В общем, и... Намного раньше цель война закончится, чем мы думаем. Вот. Лишь бы там на переговорах не сдавали позиции. Слава Украине.